Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем серию наших выпусков в формате подкаста. И в данном выпуске я предоставлю вам информацию из газеты Süddeutsche Zeitung о пограничном контроле в Германии. Итак, название статьи «Пограничный контроль. Каждый второй человек отправляется обратно». И далее идет сама статья. В Баварии пограничный контроль, который сейчас начинается на всей территории Германии, действует уже давно. Только за первую половину 2024 года чиновники развернули почти 5000 человек на границе с Австрией и Чехией, что также вызывает критику этих стран. С этого понедельника, с 16 сентября этого года, федеральная полиция стала более строго проверять паспорта на границах Германии. То, что может быть необычным на западе и севере страны, уже давно стало обыденностью в Баварии. На переходах в Австрию пограничники с 2015 года проходят через поезда или останавливают машины на пограничных переездах. В октябре 2023 года министр внутренних дел Нэнси Фезер также ввела контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Бавария давно к этому призывала. Эффективность мер контроля была быстро подтверждена, как заявил премьер-министр Маркус Зедер от партии ХСС в своем заявлении правительства в декабре 2023 года. На самом деле пограничники регулярно останавливают на переходах в Австрию и Чехию иностранцев, которые хотят въехать в Германию, но не имеют визы и якобы не хотят получить политическое убежище, а просто погулять по стране. Только за первое полугодие 2024 года на сегодняшний день незаконно зарегистрировано 9 613 человек, из них 7 437 на границе с Австрией и 2176 на границе с Чехией. Почти ровно половина из них была отправлена обратно официальными лицами, из них 4243 человека на границе с Австрией, 592 человека на границе с Чехией. Об этом по запросу газеты сообщило Федеральное управление полиции в Мюнхене. Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херман по-прежнему считает контроль на границе необходимым. «Мы нуждаемся в интенсивном пограничном контроле больше, чем когда-либо по причинам безопасности и миграционной политики», сказал он недавно в ответ на требование «зеленых» снова отменить контроль. «Мировая политическая обстановка остается напряженной, исламистский террор держит Европу под прицелом, а защита внешних границ евросообщества абсолютно недостаточно». «Зеленые» утверждали, что контроль нарушает законодательство Евросоюза. Многие адвокаты также жалуются на этот пограничный контроль. «Он допустим только для предотвращения опасности, и то только в течение шести месяцев», говорит берлинский адвокат Кристоф Тометтен. Европейский Союз четко сформулировал это в случае контроля на славенско-австрийской границе. «По Германии такого вердикта пока не было, но понятно. Федеральное правительство систематически нарушает европейское законодательство в течение многих лет», – сказал адвокат Тометтен. «В начале года адвокат представлял австрийца, который подал иск против контроля на границе в административный суд Мюнхена. Он был проверен пограничной полицией в поезде в город Пассау. Суд отказал в удовлетворении иска». Суд пришел к выводу, что ограничение основных прав является слишком незначительным для того, чтобы иск был приемлемым, а также отсутствовал риск повторения. Однако, по существу дела, он вынес решение в пользу истца. Согласно причинам такого решения, контроль, скорее всего, нарушил Шенгенский кодекс о границах. Была подана апелляционная жалоба на отклонение иска. Если контроль уже является юридически спорным, то это тем более относится и к отказам. Люди, ищущие защиты от преследований, не должны просто отказываться от полиции на границе. Даже если они уже зарегистрированы в другой стране Евросообщества, и это государство, следовательно, может и должно нести ответственность за их процедуру в соответствии с правилами распределения Евросоюза. «Как только кто-то заявляет, что ищет защиты от нарушений прав человека, вступает в силу дублинский регламент», – объясняет Томитен. «Поэтому люди должны быть задержаны, выслушаны и только после этого возвращены в страну, ответственную за их разбирательство». «Рассмотрение содержания запроса о защите является исключительной прерогативой федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев», – поясняют федеральной полиции. «Согласно ему, на границе будут отклонять только тех, кто не подал заявление о предоставлении убежища. С другой стороны, тех, кто просит о защите, доставляют в центр первичного приема. Несовершеннолетние без сопровождения передаются на попечение ведомства по делам молодежи. Организация беженцев, однако, подозревает, что стремление к защите иногда игнорируется. По данным пограничной полиции, тремя основными странами происхождения тех, кому было отказано в 2023 году, стали Турция, Сирия и Афганистан. Согласно статистике федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, это именно те страны, которые в настоящее время чаще всего просят убежища». Вот такая вот статья. Было бы неплохо, если бы вы высказывали свои комментарии по услышанному, высказывали свою точку зрения на то, как политики и «зеленые» и многие адвокаты пытаются вставлять палки в колеса государству, которое пытается избавиться от неконтролируемой волны нелегальной миграции. Не забудьте также подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, конечно же, как всегда, по традиции, не болейте, оставайтесь с нами. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok